Если вы смотрите это видео, значит вы наверняка уже собираете чемоданы в США, а может быть даже уже прилетели в страну, с чем я вас и поздравляю. Дальше вас ожидает период адаптации, легкой эйфории и нервов, во время которых важно сохранять трезвый ум. В этом видео собрана важная информация о том, какие обязательные шаги вам нужно сделать в первую очередь после приезда в США. Я подготовила пошаговую инструкцию для вас, так чтобы было понятно, что, к чему и зачем. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал и внимательно смотрите видео до конца. Шаг номер один по приезду. Это подать форму на получение work permit, то есть разрешение на работу, а также получить свой номер социального страхования. Да, украинцам по гуманитарному паролю разрешено работать в США с первого дня и без work permit. Но американские работодатели не сильно вникают в этот вопрос и все равно хотят обезопасить себя. Поэтому просят разрешение на работу. Мы рекомендуем подать документы на work permit как можно раньше, буквально уже на второй день после приезда в США, потому что рассмотрение и оформление этого документа занимает несколько месяцев. Чтобы его оформить, нужно заполнить форму i765. Оформляется она онлайн, ссылку оставлю в описании. При этом для украинцев, приехавших по программе, получение разрешения на работу бесплатно. Также нужно оформить социальный номер или CCN. Это мега важный документ США, без него вы не можете сделать множество вещей. Его запрашивают для всех документов, будь то счет в банке, медицинская страховка, социальные выплаты и так далее. Чтобы оформить номер социального страхования, вам нужно съездить в локальный офис, предоставить паспорт, заполнить форму и подтвердить основание на пребывание в США формой i94. После этого, обычно в течение недели, номер социального страхования приходит вам почтой на указанный адрес. Даже если вы по каким-то причинам не планируете работать в США, например, если вы мама и будете сидеть с ребенком, мы все равно рекомендуем подать документы на work permit. Ведь оформление этого документа длится довольно долго и может занять даже полгода и больше. Поэтому лучше сразу себя обезопасить, отправить форму и просто спокойно ждать своего разрешения. Тем более, что это бесплатно и вы ничего не потеряете. Также рекомендуем подавать заявку и на ребенка. Это упростит вам подачу налоговых деклараций в будущем. Второй шаг. Это, конечно же, мобильная связь и интернет. Вам нужно выбрать оператора, но прежде определитесь, что именно вам нужно. Будете ли вы звонить в Украину или другие страны. Сколько интернета вам нужно и какой скорости. Вам нужен контракт на сим-карту или предоплата. В каждом штате покрытие операторов отличается. Стоит это учесть. Посетите сайты разных операторов, ознакомьтесь с тарифами, условиями и сравните цены, прежде чем покупать сим-карту. К этому пункту действительно стоит подойти серьезно. И не только из-за связи и банального доступа к интернету. Но еще и потому, что этот номер телефона вам нужно будет оставлять во всех документах, формах, заявках, банке, медицинской страховке и так далее. Важно, чтобы через месяц вам не захотелось сменить сим-карту, так как это может повлечь дополнительные нюансы с документами. Третий важный шаг после прибытия в США – это оформление медицинской страховки. Как вы наверняка уже знаете, медицина в США ну очень дорогая и без страховки лечиться там будет довольно затратно. К тому же во многих штатах медстрахование является обязательным для всех жителей. Если у вас еще нет работодателя в США, который оформил бы вам и вашей семье страховку, тогда у вас есть два варианта – это индивидуальное платное страхование, либо же бесплатное страхование. Детальные про медицинское страхование в США мы рассказали в отдельном видео, ссылку оставлю в описании. Также важно отметить, что при желании вы можете поддаться на получение финансовой помощи или так называемые бенефиты от государства. Опять-таки, в каждом штате свои условия и возможности, поэтому в этом вам еще предстоит разобраться. Для их оформления нужно обратиться в ближайшую социальную службу и поинтересоваться, на какие выплаты вы можете податься. В основном под бенефитами подразумевают продуктовые и проездные карты или какую-то сумму наличных денег на первое время. Кстати, оформление бесплатной медицинской страховки и бенефитов от государства, как правило, происходит в одной и той же социальной службе. Четвертый важный шаг – это карта в американском банке. Как вы уже могли слышать, в Америке все пользуются кредитами, и это абсолютно нормально и привычно для всех. Но для того, чтобы вам выдали кредит в США, вам нужно показать предыдущую хорошую кредитную историю или подтвердить достаточное наличие средств, чтобы убедить банк, что вы не останетесь в должниках. Ну а для начала вы можете открыть обычную дебетовую карту или так называемую Secured Credit Card для построения кредитного рейтинга и пользоваться ею, чтобы в случае, когда вам понадобится кредит, вам его одобрили. Кстати, во многих банках вас попросят ваш номер социального страхования, поэтому, если его у вас еще нет, нужно будет поднапрячься и найти банк, где для открытия счета не потребуется CCN. Следующий шаг относится к тем, кто приехал в США с детьми. Не стоит затягивать с поиском детского сада, школы или университета. Поверьте, сам процесс организации ребенка в учебное учреждение и без того может оказаться долгим. Вам может понадобиться собрать дополнительные документы или сделать медицинские справки, а учебный год в США начинается раньше, чем в Украине, обычно уже в середине августа. Поэтому стоит и этим вопросом заняться как можно раньше. К тому же, чем раньше ребенок попадет в мультикультурную среду, тем быстрее он сможет завести новых друзей и приспособиться. Еще один важный шаг касается тех, кто планирует водить машину в США. Ведь с транспортом в Штатах не везде бывает легко, особенно если вы живете в спальных или отдаленных районах. В таких случаях автобус может ходить раз в час, поэтому добраться до той же социальной службы или больницы или магазина будет довольно сложно. По украинским правам вы можете ездить только первые полгода, поэтому вам все равно придется сдать письменный тест и практический экзамен в Америке и получить новые права. Кстати, в некоторых случаях письменный тест можно сдать на вашем родном языке. Ну и конечно же еще один важный шаг – это построение плана на будущие два года в Америке. Если вы хотите остаться в США после окончания вашего срока по UFU, тогда стоит начать как можно раньше рассматривать варианты, которые позволят вам закрепиться в стране. А для этого у вас есть мы – иммиграционные юристы. Обращайтесь к нам за консультацией и мы подскажем, какие у вас есть возможности, чтобы остаться в США и как их осуществить. Контакты оставлю в описании. Ну и не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!